Накануне Великого Праздника, 70-летия Победы, мы продолжаем вспоминать тех, кто внес неоценимый вклад в освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня рассказ о жителях Наринмара, которые помнят те страшные события, словно это произошло только вчера. Почетный гражданин Ненецкого округа Вячеслав Карипанов в силу своего возраста не был на фронте, но хорошо помнит, как возвращались уцелевшие победители домой и продолжали довоевывать уже в своих воспоминаниях. Это не так! Не так надо было! Вот Ермолин Игнатий Матвеевич, он сосед, кстати, у нас по дому был, он участник войны, получил ранение и был комиссован, это под Ленинградом. Он единственное всегда говорил, я бы этих командиров, ну, какого черта, мы, говорит, противника километра, нас заставляют бегом бежать, в атаку мы пошли. Мы, говорит, пока этих километров прибежим, мы уже ничего не можем в окопе-то делать, падаем от усталости. Горожанин Владимир Кисляков отлично помнит скупые рассказы о войне своего отца Ивана Федоровича Кислякова, прошедшего Ленинградский фронт и после отдавшим многие годы на налаживание мирной жизни в Наринмаре. Он был, значит, командиром разведчиков-правильников, но так как они северяне, во-первых, ходить на медленных лыжах и в то же время, как бы, к холоду были бы более приличные. Как раз вчера, между прочим, показывали по телезору Баграмян, это он ввел такое понятие, как разведку боем делать. Значит, прорывается часть военных, их немцы обстреливают и стоят люди, которые засекают, как их обстреливают, короче, точки потом, куда уже наши убили. Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы, шаг вперед, нужно провести разведку боем, для чего, кто сразу разберет. Ну, это, конечно, негуманная вещь, потому что этот отец им давали, допустим, человек 30, а потом возвращалось человек в 10, там, и было, и меньше. Скоро будет Надя с шоколадом. В шесть они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. Спором потихонечку начнем. Пошли, вдвоем уже тоже пошли. И засекать эти точки также. И миной, короче, накрыло их. И отца ранило в бедру. Он, когда ходил в баню, ему все время, я гордился, что я там полуспину была. Но я гордился. И вот это, конечно, ни гордости не предоставляло. И тот его бросил. Почему для меня предательство самое такое, я не люблю предательство вообще в отношениях. Потому что для меня слово предательство, это вот в сплощении того, что отцу моему пришлось 400 метров ползти. И, представляете, двое суток. Ну, естественно, того расстреляли. Отцу дали вот этот орден звезды. И уже после такого ранения его уже дебилизовали в 1944 году. У почетного гражданина Заполярного района Евдокии Хозяиновой тоже в памяти остались воспоминания о тех страшных днях войны, когда дети рано становились взрослыми, как они справлялись с бедами и голодом, в каких условиях приходилось жить в немецкой оккупации. У нас было трое. Самая старшая сестра умерла от Тифа уже в конце войны. Нас трое, женщина с тремя детьми. Как мы жили, думаете, где? В погребе, погреб земляной. Только курень, а там яма огромная. Плюс еще корова туда была затащена, чтобы не убили. Она потом и ослепла, а потом подорвалась на минном поле. Помнит она со слов матери и того одного бойца, который спас жизнь всем ее родным. Это было уже после освобождения их села. В дом на ократке отдых были определены несколько солдат. Соломы настелили, попадали, сразу же позасыпали. А один сел за стол и стал бриться. Вот недаром песню кто это поет? Это не Олег Газманов. Если воин бреется, значит он надеется. На любовь надеется, значит будет жить. Если воин бреется, значит он надеется. На любовь надеется, значит будет жить. Более старшие сестры Евдокии, сходив за водой, нашли гранату типа лимонка и принесли домой. Со слов матери их спасло чудо в форме советского солдата, который в это время брился. Вскакивали солдаты, думают, что бой опять начался. И этот солдат, говорит, заходит, у него волосы дыбом стоят, и он, говорит, белый как полотно. А может другой бы увидел в зеркало, да пилотку на голову, и вон, и кто бы его осудил, да, и кто бы знал, все бы погибли ведь.